мальчики и девочки а также их родители здравствуйте меня зовут владимир калабин я называю себя оправданно мастером йоги и это четвертая часть посвященная кундалини мудре в открытых источниках в интернете вы можете встретить такой знак это кундалини мудра активизируется она вот таким образом представьте перегорела у вас лампочка вы пошли магазин и купили лампочку даже вкрутить есть куда даже в электросети есть ток и вы знаете об этом а где выключатель и включатель не знаете лампочку вкрутили не работает проводку поменяли не работает потому что не включили включать так и вот начали вы ее держать сложив ноги либо в лотос либо в ситхасану либо по-японски сидя либо просто сев на краешек стула спиной к стулу не прислонившись начали удлинять дыхательный цикл долгий вдох долгий выдох потом перешли задержки после вдоха вот так глаза закатили к межбровью эту штуку держите перед собой в позвоночнике пошел гул стало жарко пошла энергия вас аж вынесло из тела вам открылись тонкие планы бытия вернулись обратно а тело вдруг как-то себя стало не то чтобы очень хорошо чувствовать давление подскочило ощущение того что жар сильный возник в теле потряхивает серчишко бьется руки дрожат в глазах цветовые вспышки жить то как то надо а вас прости господи колбасит вот чтобы не колбасила нужно знать дополнительные пальцевые замыкания к этой самой кундалини мудре не вопрос пробудить смейную силу при желании это можно вопрос как потом жить дальше если она пробудилась и вас таки начала колбасить в традиции если есть учитель он своим состоянием присутствуя рядом с учеником все процессы гармонизирует ну где ж взять-то нормального учителя не профанатора не болтуна балбеса который поднимает свой статус рассказами о том что у него под поднялась кундалини он вспомнил все свои прошлые жизни таких болтунов пруд пруди даже среди есть болтунов которые книжки читали благо они все переведены хорошие есть книги традиционные книги там гхиранда самхита шива самхита кундалини упанишада хатха йога прадипика вот начитаются балбесы всего этого и дурят людям головы хорошо если просто дурят плохо если здоровье лишают итак смотрим нахит нахит Называется Нага Мудра, символизирует голову Змеи или капюшон огромной кобры Установочный мыслеобраз Вы сидите в джунглях, на полянке За вашей спиной огромная кобра Подняла капюшон у вас над головой И пошел тропический ливень И ни капельки на вас не падает А вы сидите, вам хорошо и спиной чувствуете Тело этой самой кобры толщиной, но буквально в бревно Вашу ногу в районе бедра А вокруг капюшон И кобра эта немножечко так покачивается Держать нужно от 5 до 15 минут Эту самую мудру Хорошо, если вы при этом практикуете дыхание со-хам Делая вдох, слышите в шуме воздуха, который проходит по гортани звук со На выдохе, опять же через нос Хам, но такой молча это все происходит Губы закрыты Речь идет не про библейского хама А По-русски это может так написать Хам, но на самом деле это Хе такое с придыханием Практически это выдох Ну и получается это со-хам Я имеется в виду не личность, а атман Есть брахман В общем, мы не эго Мы за пределами всего этого Безмолвный зритель, наблюдающий за спектаклем Который он сам же и инициировал Нага мудра Теперь Чтобы вас давление не убило Потому что давление-то при подъеме кундалини поднимается Есть такая фишка, называется випарита карани мудра Это недоберезка Это когда вот такое положение И вот в этой области Большие пальцы Упираются Ну, примерно в район крестца Локти идут один другому Таз параллельно полу А ноги как в березке Вот такая вот ступенька Носочки расслаблены В этом положении находятся от 15 минут до получаса И тут возникает масса сложностей У тех, кто кундалини поднял А телом-то Нормальным не обзавелся Не проработал его Потому что сразу локти начинают болеть Вот здесь вот все Запястье начинает отниматься А если тело еще ослаблено Этим самым подъемом То вообще человек околбасит Может, конечно, под крестец положить Так называемые пропсы Ну, что-нибудь такое плотненькое О! Вот такое вот Не знаю Стопку книг Плотное покрывало Чтобы у вас таз Вот такой вот Между тазом и поясницей возникла ступенька Попу вы вплотную притиснули к стенке А ноги задней поверхностью к стенке прижались Руки свободно Вокруг головы лежат Ну, голова лежит Возникает эффект Называется Вода и огонь меняются местами И тело наполняет стихия пара Это даосская терминология Читайте книжки, мальчики, девочки Монтека Чия Потому как в бесплатном доступе И хоть за Ешься Ну, если читать неохота То так скажу Чуть ниже пупка И в почках стихия воды Там, где Желудок Там, где Печень Вот эта область Стихия огня Но если брать среднюю линию То Огонь В районе желудка Выше Чем стихия воды В районе мочевого пузыря Когда ноги поднимают Сверху Голова опускается вниз Получается, что Огонь Вот в этой области Оказывается Под Водой При этом Активизируются Внутренние ресурсы Так называемая Стихия О'Джаз Внутренняя Стихия воды Она из потенциального Качества Непробужденного Переходит в пробужденное Это можно сроднить Тому Как В котле Который поставили На огонь Возникает Пар И тело Начинает потихонечку Распирать Изнутри Все процессы Гармонизируются И Разрушительное Воздействие Кундалини Становится Более мягким Это Практика Безопасности Но Так как Вы В большинстве Своем Ленивые И слабые Но Очень Желающие Получить Эту силу Покажу Вам Пальцевое Замыкание Называется Мудра Ксепана Эту силу Эту силу Кончики Средних пальцев Вытянуты Указательные Большие пальцы Сложены Эта штуковина опускается вниз, примерно в район лобковой кости Представляешь, что сверху на макушку льется водичка, пробегает И вот из этих штучек, из средних пальцев, тонким ручейком разбрызгивается Это номер один Представление должно быть четкое и емкое Можно, если ручьёк сложно представить, представить, что вы под душем Душ приятной температуры, тело пустое внутри, там нет никаких костей внутренних органов Это просто оболочка И дырочка в этой оболочке, это кончики пальцев средних Оттуда идёт тоненькая стройка, как из детской леечки или из брызгалки И это очень хорошо охлаждает и очищает тоже от 5 до 15 Если сильный жар, то так полчасика само то Аналог Випарита Корани Такой мягкий, приятный Но Представьте, жили вы, жили повседневной жизнью, книжки духовные читали И вдруг получили непосредственный опыт, как оно всё есть А там, ну, всё не так, чтобы просто для обычного человеческого сознания И чтобы обратно себя собрать и центрировать, включив в свою манипура чакру или центр воли Нужно знать разновидность так называемой сампурно-мудрой Что же это за зверь такой, сампурно-мудра? Смотрим Смотрите, не вот так вот Это другая мудра А вот так вот Позволяет энергию собрать центральный свой канал На уровне энергетического тела это от низа до верха по центральной части В теле это позвоночник, и вот центральная часть Смотрим, как выглядит разновидность Большие пальцы кончиками упираются в пупок Указательной второй фалангой в область мечевидного отростка Это там, где диафрагма переходит в грудину Кончики пальцев на грудине Такое классное пальцевое замыкание Посредством него можно еще и свою волю Или свое, прости господи, намерение Как говорят так называемые тальтеки Направить в реальность, чтобы реальность прогнулась под вас Пока я не рассматриваю морально-этический аспект всего этого Потому как водливой корове, по моему опыту, бог рога не дает А если человек может, стало быть он маг И на своей шкуре он быстренько понимает, что можно изменять в реальности Что лучше не трогать Ибо обраточку никто не отменял В данном случае это хорошо центрирует вас Ну и, конечно же, голова дракона Вот такое положение Кончики больших пальцев фиксируются на кончики носа Кончики средних пальцев на переносице Это помогает отстроить верхние центры Вернуть им стабильную работу Ну что, удачной практики, дорогие мальчики и девочки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!